Удалось по телефону связаться с журналистом издания Forbes Казахстана, Ардак Букеева, и она нам рассказала, что сейчас происходит о последних событиях в крупнейшем городе Казахстана за последние часы. Давайте послушаем. Сегодня я поехала на площадь. В городе везде была стрельба. На площади было пусто. И когда я направилась в сторону военной, где там стояли БТР, чтобы выяснить, что где люди, которые тут были, в меня тоже стреляли, то ли в меня, то ли в воздух. Ну, в общем, начали кричать, что это назад. Хотя я им показывала, что это пресса, удостоверение держала над головой. Но, в общем, меня заставили вернуться назад. Недалеко от площади я нашла людей, которые выжившие после вчерашней атаки. Вчера вечером, примерно в половине восьмого вечера, там уже оставалось где-то около двухсот человек. Как мне сказали, что четверть из них были женщины и старики. И когда вот они митинговали и готовили обращение в Астану к правительству, неожиданно подъехали БТР со стороны улицы Фурманова и начали стрелять из гранатометов. Без предупреждения. И люди побежали, но не все успели. Те, в которых попали, они остались на площади. Ну, раненые, убитые. Те, которым удалось убежать, они, ну, спрятались во дворах. А потом, когда стрельба стихла, они, подняв руки, попытались, кричали, что они просто... А раненые кричали там на площади. Они хотели их отвезти в скорую. И с поднятыми руками кричали, что мы только заберем раненых, но их не подпустили и в них тоже стреляли. Потом на них пустили ОМОН. И эти люди разбежались и до утра там где-то по дворам дежурили, но так и не смогли по площади. Все раненые и трупы там так и лежали. Утром, сегодня утром примерно к 10 вечера туда заехали по очереди там 9 скорых. И, возможно, они вот собирали, собрали и вывезли. Они не знают никуда вывезли, ничто. Они, тех, которые были убиты, ну, за пределами площади, они увезли в морг, доставили в морг. Вот один парень, который мы там видели машину пробитую, пулевые, множество там пулевых отверстий в лобовое, в боковое стекло. И они, у него было 15 ранений. Вот они его отвезли в морг, вот одного. И когда они туда, ну, приехали, подъехала еще одна машина, ну, где 17 трупов привезли в площади. И когда я с ними разговаривала, площадь была пустая, но солдаты там все равно стреляли. Автоматные очереди у меня записаны на диктофоне. В кого они стреляли, чего стреляли, потому что там людей не было. Такое ощущение, что создавали впечатление, что идут какие-то ожесточенные бои или отстреливаются. Солдаты были без знаков различия, в десантной форме. Кто это? Казахстанский или, там, я не знаю, ОДКБ. Никто не может сказать, никто не знает. Но все команды отдавались на русском. Между собой они переговорились на русском. И им команды отдавали на русском языке, а не на казахском. То есть, ну, непонятно, кто это. Они не знают.